Для пошива этого костюма нам потребуется двуниточный футер длиной 2 метра. Ширина моего футера 185 см, это больше чем обычно, поэтому расход сокращается, но если у трикотажа, из которого вы шьете, ширина меньше, то скорее всего расход увеличится, поэтому можете на полметра, на 1 метр взять материала больше. Этот футер из магазина 1 метр ткани, в предыдущем видео я делала на него обзор, можете посмотреть подробнее. В этом заказе были также другие красивые оттенки трикотажа, ссылку на видео оставлю внизу в описании. Также нам потребуется 4 нитки, которые мы будем справлять в оверлок, если у вас есть оверлок. Если оверлока нет, то можно использовать только одну нить в тон основного материала. Также потребуется эластичная тесьма или резинка, она нам потребуется для пояса на брюках. Если вы любите пояс пошире, можете брать эластичную тесьму шириной 4-5 см, ширина моей эластичной тесьмы 2,5 см. В длине нам потребуется резинка эластичная тесьма длиной равной мерке вашего обхвата талии, примерно, возможно чуть меньше или больше, вы это сможете определить на примерке. Сейчас покажу, какими образами, какими изделиями я вдохновлялась при пошиве этого костюма. Возможно, они вам тоже понравятся. И можем переходить к раскрою. Мы не будем использовать абсолютно никаких выкройок, кроить можно прямо на ткани. Материал складываем пополам, лицевая сторона остается внутри. Кромка с кромкой вместе, с другой стороны сгиб. И теперь вдоль кромки мы отложим 7 см. И проведем линию. Также можем сразу отделить количество материала, равное длине вашего изделия. У меня, к примеру, от плеча до уровня низа будет 75 см. Мы ранее с вами прочертили линию с отступом на 7 см от срезов. Теперь нам необходимо сгиб пододвинуть к этой линии. И теперь от правой верхней точки мы отложим влево 8 см и вниз 4 см. Эти две точки соединим плавной линией, и мы получаем линию горловины по спинке. Далее от верхнего левого уголка опустимся вниз на 5 см, поставим отметку, и соединим линейкой две точки. Это будет наша линия плеча. Как вы, наверное, уже догадались, длина плеча будет у всех разной в зависимости от ширины материала. К примеру, у меня длина плеча получилась равной 36 см. Я закладываю по сантиметру еще на швы, поэтому можем также убрать 2 см в качестве припусков на швы, и будет 34 см. Приложите начало мерной ленты к точке основания шеи, то есть к началу плеча, и посмотрите, на каком уровне у вас находится, например, отметка в 34 см. На 10 см выше уровня локтя. Далее нам необходимо замерить оставшуюся часть рукава. Прикладываем теперь начало мерной ленты к точке, где заканчивается плечо, и смотрим отметку на желаемом уровне низа рукава. К примеру, у меня 42 см, то есть 34 см плечо и 42 см длина рукава. Значение длины рукава мы пока запомним, она пригодится нам чуть позже. Еще одна мерка, нам необходимо замерить желаемую ширину рукава на этом уровне, то есть на уровне, где заканчивается плечо. Проводим мерную ленту вокруг, стараемся визуализировать ширину рукава, к примеру, 46 см. Теперь полученные значения вам необходимо разделить на 2 и отложить от левой верхней точки, которую мы только что обозначили, половину этого значения. То есть не 46 см, а 23 в моем случае. Далее, на этом уровне нам необходимо отложить величину, равную вашему обхвату груди, деленному на 4. То есть это четвертинка вашего обхвата груди. К этому значению, к четвертинке, необходимо добавить прибавку на свободу облегания. Поскольку кардиган или кимоно будет свободного силуэта, не прилегающего, поэтому мы делаем прибавку на свободу облегания. К примеру, если обхват груди равен 100 см, делим на 4, к примеру, получаем 30 см. Делаем отметку. Теперь проверим, достаточно ли этой ширины нам на уровне бедер. Вы можете также мерку обхвата ваших бедер разделить на 4 и посмотреть, не выходит ли это значение за пределы отметки, которую мы только что поставили. Если выходит, то это означает, что в бедрах изделие вам будет тесным, облегать, ширины будет недостаточно. Поэтому в расчете ширины изделия, которую мы только что посчитали, вы можете использовать не обхват груди, как мы сделали ранее, а обхват бедер. Я оставляю обхват груди, потому что этой ширины мне будет достаточно. И теперь нам необходимо крайнюю левую точку плавно привести к этому уровню, к этой ширине. Кстати, эту ширину можем отложить до самого низа 30 см. Если вам нравится расклешенный к низу силуэт кимоно-накидки, то вы можете увеличить эту ширину, например, на 3 см. Я добавлю 3 см по низу и теперь плавно приведу эту линию в прямой. Постарайтесь не делать здесь сильно округлых линий, потому что будет создаваться дефект посадки и вам будет не очень комфортно. И теперь основную ширину изделия я привожу к расклешенной точке по низу. Никаких острых углов, все округляем. Готово. Мы построили деталь спинки и можем вырезать по боковой линии, разделить детали, то есть 4 слоя, по линии проймы. Сюда мы будем притачивать впоследствии рука и по плечевой линии. И только по одной детали, то есть нижнюю мы оставляем, та, которая побольше, мы срезаем по линии горловины. По верхней можем просто сделать отметку, надсечку на этом уровне и убираем одну деталь. Деталь, которая в сгиб, это спинка. Чуть позже вернемся к ней. Теперь от самого верхнего среза отложите вниз 40 сантиметров. Это будет наш примерный уровень талии. И нам необходимо соединить плавной линией вот эту надсечку с уровнем талии по самому срезу. А вот здесь стоит тоже немного округлить линию для того, чтобы не образовывался уголок и плавно увести на нет. И это будет наша линия горловины или будущего борта по передней детали. И мы получили две передние детали. Детали на запах. Теперь нам необходимо скроить обтачку, полоску, которая будет проходить вдоль по переднему срезу, по горловине и по горловине спинки. Для этого мы замерим длину вот этого открытого среза, который мы только что вырезали, до самого низа. Возьмем деталь спинки и замерим горловину. Итого получается 85 сантиметров. Возьмем отрез ткани, сложим его точно так же. Кромку с кромкой, с другой стороны сгиб. Выравниваем срезы и от срезов откладываем вверх 10 сантиметров. И замеряем от сгиба 85 сантиметров. То есть та величина, которая только что у нас получилась. И нам потребуется два таких прямоугольника. Можно сложить по этой линии материал пополам. Линию выровнять по сгибу и вырезать сразу два прямоугольника. Мы получили две детали обтачки. Почему две? Потому что мы замеряли длину только по одной половинке. Одну деталь мы будем использовать в качестве обтачки для горловины и подборта. А вторую деталь можем разделить еще раз пополам по сгибу. Это будут наши пояски. Эти детали лучше всего продублировать тонким трикотажным дублерином. Настолько тонким, насколько возможно найти. Нам нужно, чтобы они не стали сильно плотными, но в то же время сохраняли форму и не вытягивались. Поэтому лучше всего продублировать эти детали. Более пяти лет я делюсь своим опытом в создании одежды. Несколько тысяч девушек и женщин разных возрастов из 30 стран, на самом деле даже больше, занимаются по моим видеокурсам. Я буду рада и вам. Сейчас на всех своих курсах я лично оказываю индивидуальную поддержку каждому. Мы будем общаться с вами, тет-а-тет, только я и вы. У вас будет три месяца бесплатной поддержки, а доступ к урокам останется на всю жизнь. Уроки можно смотреть и пересматривать неограниченное количество раз. На сегодняшний день есть четыре курса. Курс бестселлер – женская одежда, по которому вы сошьете разные модели юбок, брюк, платья и рубашку. Второй курс – мусульманская одежда, по которому вы сошьете с нуля красивую, но в то же время скромную одежду на все случаи жизни. Новый курс – тюрбаны, по которому вы сошьете 10 шикарных моделей головных уборов. Тюрбаны актуальны в любой сезон, и в курсе есть модели, которых вы, возможно, даже еще не встречали в магазинах. И заключительный курс – основа шитья для тех, кто хочет попробовать, для тех, кто еще не определился, хочет он шить или нет. Все программы, все курсы прекрасно подходят как для начинающих, так и для продолжающих. Среди тех, кто прошли мои курсы, есть девушки, которые открыли свои мастерские, ателье, шьют изделия на заказ и продают их, создают свои магазины одежды и аксессуаров и получают доход от любимого дела. Все зависит от вашего желания и упорства. Ознакомиться с содержанием фотоизделий, отзывами, а также приобрести курсы можно на сайте беспокой.ру по ссылке в описании к видео. Буду ждать вас на своих уроках. И остается рукав. Это обычный прямоугольник. Его ширина равна мерке, которую мы замеряли по плечу. У меня, к примеру, это 46 см. 46 см сверху, 46 см снизу. И длина рукава – это та недостающая часть, которую мы также замеряли от плечевой точки до низа. У меня, к примеру, получилось 40 см. Теперь возьмем деталь спинки для того, чтобы проверить свой рукав. Все-таки это пока просто прямоугольник. Мы складываем его пополам в длину. Сложили рукав пополам и возьмем деталь спинки для того, чтобы немного скорректировать рукав, чтобы он имел лучшую посадку. К плечевому срезу спинки приложите длинную линейку и в продолжение к этой линейке приложите рукав. Так, чтобы его верхний край совпадал с верхним краем спинки. Вот так. Спинку можно положить сверху. И теперь по срезу проймы спинки очертите линию на рукаве. Вот так. Это наш излишек, который мы должны срезать. Вот наш рукав. Его верхняя часть. Важно, чтобы вот здесь не образовывался угол. Линя должна быть плавной. Иначе здесь будет дефект. Это верхняя часть рукава, а это нижняя. При желании вы можете немного сделать уже рукав к низу. Можно оставить таким. Я, пожалуй, сделаю заужение на 2 см. Привожу линию к верхней крайней точке. Очерчиваю. И срезаю лишнее. Готово. Теперь перейдем к сборке. Разложим деталь спинки лицевой стороной наверх. Лицом к лицу приложим деталь переда, полочки. И соединяем плечевые срезы. Проложили строчки по плечам. Раскрываем деталь проймой к себе. И накладываем деталь рукава. Той стороной, которую мы немного округлили. Соединяем крайние точки. Присоединяем по всей длине. И прокладываем строчку. Пришили рукава. А теперь заготовим поясы. Короткие прямоугольники, то есть детали нашего пояса, сложите пополам, оставив лицевую сторону внутри. Прострочите короткий срез и длинный. Короткий срез со второй стороны остается открытым. И выворачиваем пояс на лицевую сторону. Пояски готовы. И теперь можем перегибать изделие пополам. Складываем рукав пополам. Перегибаем по плечевому шву. И нам необходимо соединить срезы рукавов и боковой шов. Начнем со среза рукава. Соединяем точку втачивания рукава в пройму. И теперь боковой срез. В одном из боковых срезов нам необходимо вложить поясок. На каком уровне необходимо прикрепить пояс? На уровне талии. Примерно он находится на расстоянии 40 см от плеча. Вы можете приложить деталь к себе и, к примеру, отметить свой индивидуальный желаемый уровень. Но желательно, чтобы это был участок без закругления. И даем строчку. Вторую сторону стачиваем аналогично, только без пояса. Проложили боковые швы. Соединили рукава. Кстати, можно сразу же подогнуть срезы рукава на 2-3 см. Или на ту величину, которая вам комфортно. И проложить строчку в круговую. Также можно аналогичную строчку сразу же проложить по низу изделия. Подготовить его для того, чтобы мы могли притачать планку. Одна часть пояса у нас в боковом шве на уровне талии. Вторую часть пояса мы прикрепим к срезу, к открытому срезу борта. Тоже на уровне талии. Теперь сверху нам необходимо будет наложить деталь планки. Пока ее боковые концы не обработаны. Но один можно обработать вот таким образом. Просто складываете лицевой стороной вовнутрь. Прокладываете строчку на 1 см. И можно подрезать уголки. Также один срез я подрезала лесенкой. Для того, чтобы была градация в толщине. Выворачиваем на лицевую сторону. Можете разложить срез ближе к себе. Для того, чтобы вам было удобно. Обработанный кончик я приложу вровень с низом изделия. Совмещаем срезы. И скрепляем булавкой. Далее прикрепляем планку, не натягивая. Совмещая со срезом примерно до уровня талии. Затем у нас срез уже закругляется. Посмотрите, все три среза должны быть одной длины. То есть не должно быть при посадке волн по какой-либо части. Мы совмещаем один к одному. Далее срез изгибается. И мы следуем этому изгибу. Подтягиваем планку. Нам придется ее немного изогнуть. И подрастянуть в срезах. Мы могли начать присоединять планку с середины горловины спинки. То есть спустились бы вниз с одной стороны, затем с другой. Можно сделать и таким образом, если у вас один кончик уже обработан. Затем, если останется излишек, то мы его срежем по второму концу. Здесь срез становится косым. И поэтому очень сильно растягивается. Разложите его на столе. Ни в коем случае не делайте это на весу. Для того, чтобы срез не растягивался. И аккуратно приложите к нему планку. Скрепляем булавкой. И подходим уже к плечевому шву. Разложите срез горловины таким образом, чтобы он тоже не растягивался. И чтобы вам было удобно. И затем мы подтягиваем планку. Присоединяем ее со срезом горловины. Это самый сложный участок. Но, как видите, сделать его очень просто. Главное, двигайтесь небольшими отрезками по 3-4 сантиметра. Изогнули, немножко подтянули и скрепляем. Таким образом планка немного поднимается. В этом нет ничего страшного. Доходим до 2-го плечевого шва. И дальше все просто. Косой срез до уровня талии и прямой срез до низа. Прикрепили. И вот такой у меня остался небольшой отрез. Излишек. Нам необходимо будет его срезать. Оставив 1 сантиметр в качестве припуска на шов. Срезаем перпендикулярно, то есть под прямым углом. И теперь мы уберем последнюю булавку, для того, чтобы у нас был доступ к срезу. Отогнем его на изнаночную сторону. И проложим строчку на 1 сантиметр. Оформляя точно так же, как и первый кончик с другой стороны. А уже после этого мы сможем проложить строчку по всей планке. То есть с одного конца сделаем закрепку. И до второго конца, до низа. Наша верхняя часть костюма, кимоно, практически готова. Остается только поутюжить все швы. И особенно большое внимание уделить области с планкой. Для того, чтобы у нас не было лишних пузырей и наплывов. Разложите деталь на гладильной доске. И немного подрастягивая вот этот сгиб, приутюживаем край борта. И вот что у нас получилось. Фактически прямая планка стала изогнутой и плоско лежит на столе. Дайте детали хорошенько остыть, высохнуть. Для того, чтобы она закрепила эту форму. Для того, чтобы поутюжить область горловины спинки, нам стоит воспользоваться не плоской доской, а чем-то округлым. Например, колодкой. У меня есть колодка в сочетании с подушечкой, набитой опилками. Я приложу область плеча к длинной части подушечки. И вот здесь приутюжу шов и немного постараюсь сутюжить планку. Точно так же даем остыть и затем переходим к следующему участку. Нам не нужно стараться сильно округлять эту планку. Достаточно лишь небольшого сутюживания, потому что она будет еще выполнять и функцию стойки. Очень удобно работать с этой колодкой. Именно вот с таким многофункциональным сочетанием. Подушечку можно развязать, отсоединить и использовать колодку самостоятельно. Кстати, подушку тоже можно использовать самостоятельно, если вам, например, нужно ее вложить внутрь изделия без колодки. У нее два покрытия, льняное и хлопковое. Можете выбирать на свой вкус. Кстати, именно такое сочетание очень недорогое и получается супер многофункциональным, поэтому я вам очень-очень советую попробовать подушку и многофункциональную колодку. Поутюжили кимоно, верхнюю часть костюма. Вот так хорошо и плоско лежит планка, линия борта. И на этом костюм, верхняя часть костюма готова. Можем переходить к брюкам. Наш костюм готов. Как видите, сшить его очень просто. Вы можете справиться буквально за один вечер. Носить его можно так, на распашку. Либо завязать с одной стороны, а можно провести вокруг талии и завязать с другой стороны. Ну и комплект получается универсальным, потому что вы можете носить его не в виде костюма, а комбинировать с другими вещами из вашего гардероба. В этом костюме будет особенно комфортно летом, поэтому советую скорее начинать его шить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова